Лето закончилось. На той неделе в пятницу отлично, с кучериной мыло. Все подзагорели. Так его сегодня не будет? Ну, я думаю, что нет, значит, мы узнали об этом. Кто готов, ребята? Давайте тогда, с самого начала, ваша позиция, по поводу, с которой вы пришли в суд. Позиция компании «Газпром Трангаз Москва» не изменилась за прошедшее время, в том числе с прошедшей пятницы, когда была встреча с жителями удачного товарищества ОКБА. Она заключается в том, что наше предприятие эксплуатирует технологически опасный объект. И мы, как эксплуатирующая организация, должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы нарушения, которые возникают вокруг газотранспортной системы, были ликвидированы. Соответственно, выявив нарушения, мы обратились в судебные инстанции. Но это был второй шаг. Первый шаг был обращение непосредственно к жителям самого ОКБА с целью инициировать добровольные снос строения, находящихся на участках, вблизи непосредственно газораспределительной станции. Когда жители, естественно, высказали недоумение и нежелание, подтвержденное тем, что у них есть некие документы, обосновывающие их право, соответственно, этот спор перешел в судебную инстанцию. Вот сегодня мы возле Сергея Посадского суда, где начинается рассмотрение дела по существу. Это повышенная техногенная опасность. Она так и иначе связана с риском для жизни тех самых людей и для их собственности. Вы предлагаете какие-то компенсации жителям или нет? Нет, здесь вопрос о компенсациях не стоит. Происходит подмена понятий. Дело в том, что мы не истребуем землю, на которой стоят незаконные постройки. Мы требуем ликвидировать эти постройки. На этой земле жители могут заниматься садоводством, огородничеством, строить какие-то небольшие хозяйственные постройки. Нельзя строить капитальные сооружения, потому что, опять же, возвращаясь к повышенной опасности, это отягчающий фактор при чрезвычайной ситуации. Соответственно, о компенсации мы говорить в данном случае не можем. А действительно ли те сообщения по поводу того, что и судебные издержки тоже, вы считаете, что должны лечь на отрече? Да, это действительно так. Мы в иске, которые подаем в суд, просим ликвидировать нарушение права и, соответственно, оплатить судебные издержки виновную сторону. Но окончательное решение принимает суд. И вы частично сказали, еще раз конкретно сказать, что именно должно быть снесено, какие постройки, что вы добиваетесь? В данном случае речь идет об одном судебном споре, об одном участке СНТ ОКБА. Соответственно, мы добиваемся сносостроения, находящегося на этом участке, принадлежащем гражданину Тихонова. Извините, да, Тихонова. Правильно я вас понимаю, вот ваш представитель на встрече с Кучериной подтвердил и согласился подать ходатайство на этом заседании о том, чтобы приостановить процессы. Правильно я вас понял, сейчас вы этого ходатайства, ваш представитель заявлять не будет? Отживать иск вы не будете? Мы выполняем те договоренности, которые были достигнуты неделю назад с участием господина Кучериной. Естественно, мы поддерживаем и выполняем взятые на себя обязательства. Это не важно. Кучерина так и сформулировал. Стороны должны заявить ходатайство о переносе. Кто из сторон это сделает, мы посмотрим в процессе судебного заседания. А сегодня только один иск, а будут еще коллективные другие иски? Это вопрос к жителям. Ну, то есть, я хочу сказать, что действительно стратегия компании в том, чтобы ликвидировать нарушение по факту последовательно. Коллективного иска, скорее всего, предъявлено не будет, но персонально с каждым из владельцев собственности мы действительно будем решать вопрос в судебном порядке. Вы, вот в случае, если вам суд первой, второй, третьей инстанции откажет, вы готовы идти со своими исками в Верховный суд? Отстаивать свою точку зрения в Верховном суде? Что такое третья инстанция? Касаться Московского властного суда. После этого следует касаться Верховного суда. Я думаю, что в данном случае, опять-таки, надо жителей спросить. Мы получим... Вы готовы идти? Если мы получим положительное решение... Отрицательный откаж, вы получаете отрицательный откаж с этим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...